Для того, чтобы поставить надежный заслон распространению коронавирусной инфекции и убереть жителей от этой опасной болезни, в Славянском районе, как и по всей Кубани, действует карантин. Его соблюдение славянцами проверяют созданные специально для этих целей отряды самоконтроля. Они патрулируют улицы Славянска на Кубани, станиц, поселков и хуторов по всему району. Работают мобильные отряды самоконтроля. Что они себе представляют? Это неравнодушные люди в первую очередь. Это наше казачество. Это наши сотрудники администрации, в том числе и поселения района. Это наши волонтерские отряды, за что им огромное спасибо. Это люди абсолютно разных возрастов, которые в течение всего дня, в течение суток в совместных группах, совместно в группе у нас также и полиция, это и Росгвардия, проводят разъяснительную работу среди граждан. У нас на сегодняшний день на территории Славянского района работает 23 мобильных отряда самоконтроля. Из них есть как пешие отряды, так и группы на автотранспорте. Ежедневно на эту службу в муниципалитете заступают около 90 человек. Участники мобильных групп понимают важность возложенных на них задач и стараются не просто пресекать нарушения, но и проводят разъяснительную работу. Они объясняют славянцам, что за исключением жизненно необходимых случаев жителям запрещено покидать места своего проживания. Наша цель работы мобильной группы заключается в выявлении пресечения гражданами нарушения режима самоизоляции. Мы проводим с гражданами беседы, разъясняем их права, обязанности по выходу на улицу. И большинство граждан реагируют совершенно положительно, когда спокойно подходишь, объясняешь ситуацию. Они всё понимают, если есть какое-то нарушение, они стараются устранить на месте. Круглосуточное патрулирование приносит свои благодатные плоды. Нарушителей сдерживает и то, что предусмотрены серьёзные штрафы за несоблюдение карантина. Подавляющее большинство славянцев хорошо понимает, что ограничительные меры пусть и приносят определённые неудобства, но направлены на сохранение здоровья и поэтому безальтернативны. Это временно я сижу дома. Раз в неделю ухожу за продуктами. Вот. Всё. Это временная мера, и она потом закончится. Для нашего же блага. Морально всё хорошо, и психологически, и учусь я дистанционно, и с друзьями общаюсь дистанционно. И родные, и близкие рядом же. Отряды самоконтроля действуют круглосуточно, с тем, чтобы не допустить нарушений карантинного режима. Субтитры создавал DimaTorzok